Всем любителям жутких и страшных рассказов хотел бы порекомендовать канал Шазариум ТВ. Создатель канала сам переводит крипипасты из огромного числа, выбирая самые интересные. Осовое предпочтение отдаётся страшилкам с неожиданным концом. У канала большие планы на будущее, поэтому заходите и подписывайтесь, дабы не пропустить новые выпуски. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Самоирония Лёгкое недоверие Как нелинейно время? В теории мы, начиная с простых задач и движемся к сложным. Но лучший гипнотерапевт страны начал свою практику с необъяснимого, сложнейшего, ужасающего случая. После такого врачи обычно либо уходят на покой, либо сами становятся пациентами. Всю свою профессиональную жизнь Анушкин совершенствовался, оттачивал науки гипноза и архетипического анализа, учился и учил, искал и находил диагнозы в трудах немецких философов. Для чего? Чтобы в зените славы заниматься такой банальщиной? Хотя уж лучше монстры под кроватью, чем красный ангел одной из постоянных клиенток. Гипнотерапевт опёрся виском на сведённые вместе пальцы, указательный и средний, и слушал неустроенный дуэт своего внутреннего голоса и рассказ пациентки. Я недавно прочитала, что кровать должна стоять на силовых линиях. Пришлось передвинуть её к другой стене, но там было очень тесно, поэтому я купила более узкую. Теперь я почти всегда сплю, свесив руки вниз. Но буквально позавчера, когда я почти уснула, меня посетила мысль. А вдруг моя рука кому-то мешает? Кому? Самым серьёзным тоном поинтересовался Игнатий. Тому, кто под кроватью. Кривизна параболических бровей слегка увеличилась. Я знаю, как это звучит. Пациентка выглядела виноватой. Но эта мысль не даёт мне заснуть уже двое суток. Вы боитесь, что из-под кровати кто-то вылезет? Немного. Вы думаете, там кто-то поселился? Думаю. Вы чувствовали прикосновение к руке? Нет. И от этого только хуже. Так стыдно. Стыдно? Только начиная дремать, как на меня накатывает ощущение собственной неуместности. Я вредная. Я мешаю. А ко мне даже прикоснуться нельзя. А Ножкин вздохнул и наполовину прикрыл глаза в знак понимания и сочувствия. Вот и полезла из-под кровати настоящая причина. Итак, это не страх. Это чувство вины. Подытожил Игнатий. Вы не боитесь того, кто под кроватью. Это он вас боится. Представляю, если бы у моего лица постоянно мельтешила чья-то рука. Пациентка невольно улыбнулась. Я вспомнила один эпизод из детства. Прервала она недолгое молчание. У Борьки соседского мальчика была большая книжка-раскраска. И я очень ему завидовала. А он как назло любил сидеть во дворе на лавочке и раскрашивать. Я стала ему мешать, закрывая рукой страницы. Боря бесился, плакал. Убегал домой. Дети часто бывают жестокими. Игнатий решил оделаться дежурным комментарием. Бывают. Но я же не знала, что он на скамейке сидел не от хорошей жизни. Родители часто оставляли его одного с престарелой бабкой. Она уже давно была в маразме и почти не вставала с кровати. Почти. Почти? Да. У нее случались приступы активности. Она выходила голой на балкон, выбрасывала из квартиры всякие вещи, и громко материлась на прохожих. Родственники ее поэтому запирали в спальне, где кроме матраса почти ничего и не было. Мы все уже привыкли и воспринимали происходящее как шутку. Только Боря знал немного больше, чем мы, поэтому отсиживался на лавочке. «А вы его оттуда прогоняли», протянул Анушкин. «Получается, что прогоняла. Гнала, наверное, смерть. Он был довольно худеньким мальчиком, а у бабки во время приступов развивалась нехилая такая ловкость. Даже не ловкость, а цепкость. Желистость. И то ли ее забыли в спальне запереть, то ли она дверь выломила. Да только Боря с балкона полетел, слез за телевизором, тумбочкой и столом. Она приняла внука за часы». «За часы?» «Да. Я же все это видела. Стоит это ненормальное на балконе, держит внука за ногу и кричит. «Смотрите, какие они мне часики подарили! Часики! Досрать я хотела на ваши часики!» А Боря даже не сопротивлялся. Висит вниз головой и рисует свои раскраски. Так и летело же мою книжку в руках. Игнатий не ожидал, что пленка сумеет вербализовать в травмирующие воспоминания на первой же сессии. И гипноз не понадобился. «Вы сейчас скажете, что мне просто нужно было ежечь чувство вины? Или что я все равно ничего не могла сделать тогда? Или что ничего не понимала? Или что страх – это лишь эхо прошлого, плачущего среди руин памяти?» «Зачем?» «Вы сами все сказали». «Сказала». «Спасибо вам. Мне бы никогда не хватило сил сказать это самой себе». «Для этого и нужны психотерапевты». «Мы всего лишь создаем рамку, ради которой плен пишет целую картину». «Или чертову картинную галерею». Мужчина невольно вспомнил оккупированный безумием осомняк Ерофеевых. Пациентка задумалась, тестовая миниатюрная портмоне. «Рамку». «Рамку». «Забавно. Новое место для кровати я нашла именно с помощью рамок. Ходила как дура по квартире с двумя металлическими уголками. Уже хотела бросить эту затею, как вдруг рамки просто вырвало у меня из рук, и они отлетели к стене. Там я поставила кровать. Ладно, до следующей встречи. Только если почувствуете внутреннюю потребность терапии». Игнатий проводил клиентку к выходу и сам стал поспешно собираться домой. У его новой молодой супруги были особые представления об объемах супружеского долга. В ее концепцию явно забыли включить понятие аффинитности. Это приходилось учитывать в распорядке дня и ночи. Поэтому звонок от пациентки поздним вечером был не слишком желательным явлением. Тем не менее, Анушкин решил так и ответить. Этот случай показался ему подозрительно простым. «Я не поздно?» Раздался в динамике бодрый голос. Слишком бодрый. С маниакальными нотками. «Добрый вечер, не очень». «А я вам из-под кровати звоню». «Откуда?» «Из-под кровати. Да вы не пугайтесь. Я просто решила проверить, насколько помогла ваша терапия». «И насколько же?» Прядки под кроватью вряд ли можно было считать терапевтическим эффектом. «На все сто. Ни страха, ни стыда, ни совести». Пациентка истерично хихикнула. «Поэтому большое вам спаси, спаси, ой, спасибо». Последние слова она практически просвистела. Поэтому Анушкину показалось, что в конце места спасибо вдруг образовалось «Спасите». Но, во-первых, трубку клиентка уже положила. Во-вторых, терапевт должен быть терапевтом только внутри кабинета. В-третьих, благоверная умела взыскивать супружеский долг без всяких коллекторов. Только наутро Игнатий увидел в телефоне СМС от пациентки. «Спасите я сейчас под кроватью, а на кровати кто-то лежит, свесив руку». СМС от пациентки.